Служба, которая стоит на страже жизни и здоровья людей 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. 28 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. Эту дату учредили в 2020 году, когда медики приняли глобальный вызов в пандемию COVID-19. О том, как честили героев, которые первыми приходят на помощь, наш следующий сюжет. Скорая помощь – это большая команда, которая состоит из врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей. 32 круглосуточные бригады Люберецкой подстанции обслуживают более 600 тысяч жителей. Работа каждого из них направлена на одно – спасать человеческие жизни порой, даже когда счет идет на минуты. Профессиональный праздник они также на боевом посту, но сегодня между вызовами принимают поздравления и самые добрые пожелания. Служба была основана в 1898 году, в 19 веке. И в то самое время уже руководители поняли, что без квалифицированной помощи, та, которая придет в самую трудную минуту и окажет ее, спасет человеческую жизнь, уже не обойтись. Я желаю каждому из вас только здоровья, ваши семьи, чтобы развивались, чтобы коллектив был так же, как одна большая семья. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил виновникам торжества почетные грамоты. От диспетчера по приему и передачи вызовов Ларису Стрельникову отметили знаком отличия. Благодарю. 30 лет отработала на линии, а сейчас 7 лет уже диспетчер по приему вызову. Это все, это моя работа, я даже не представляла другую работу. Я не знаю, даже не могу ответить. Я всегда радовалась этой работе и люблю эту работу даже сейчас. Луиса Игия, Сарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В поселке Томилино работает научно-производственное предприятие «Элтом». Оно образовано приказом Министерства радиотехнической промышленности в 1956 году. На этой площадке впервые в СССР были разработаны и освоены в серийном производстве интегральные микросхемы и СВЧ-диоды. Чем живет компания сегодня, узнала наша съемочная группа. «Элтом» расшифровывается как «электроника Томилина». Но можно с уверенностью сказать, что здесь началась история отечественной электронной промышленности. Год за годом предприятие расширяло свои возможности. И сегодня по праву считается одним из лидеров в своей отрасли. Предприятие на сегодняшний день очень востребовано. Почему? Потому что выпускает микроэлектронику. Очень востребована наша обороноспособность и модули вторичного электропитания. Она используется в Росателе, используется в Роскосмосе, используется во всех средствах поражения. Предприятия такие стратегические – «Алмаз-Антей», «Алмаз», «Крет», «Вертолеты России», «Объединенная авиационная корпорация», «Предприятие Ростеха», «Предприятие оборонной промышленности». Микроэлектроника – сердце любой высокоточной аппаратуры. Сегодня она необходима как никогда. Чтобы справиться с высокой нагрузкой, предприятие работает в три смены. В штате сотрудников 250 человек. Это опытные физики, конструкторы и научные исследователи. Замечательное предприятие. Оно современное. В технологическом плане оно, я оцениваю, соответствует, по сути, мировым стандартам в плане производства электроники. И я уверен, что в предприятии есть большое будущее. Останавливаться на достигнутом руководство научно-производственного предприятия не намерено. Стратегический план развития компании разработан на 10 лет вперед. Луиза Игазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Один из популярных брендов шоколадной индустрии. Более 25 лет в Любрицах работает кондитерская фабрика «Волшебница». Предприятие неоднократно занимало лидирующие позиции и признавалось одним из лучших в своей отрасли. О последних достижениях компании наш следующий сюжет. В конце 90-х на этой площадке изготавливали только сырье для кондитерских изделий. Но у руководства фабрики были планы выйти на собственное производство шоколадной продукции. В 2010 году процесс был запущен. И на сегодняшний день лакомства этого бренда знают многие сладкоежки. Начали мы с очень такой знаковой для нас рецептуры и знакового продукта, по которому узнают нашу фабрику. Это наш супер нежный классический трюфель, который мы производим с 2010 года. На рецептуру и технологию производства этого продукта организовывали непосредственно французские технологи, были приглашены. Сегодня, помимо классического трюфеля, фабрика производит более 200 наименований кондитерских изделий. Постоянно появляется инновационная продукция. За разработку шоколада для детей с антикариесным эффектом предприятие получило медаль на международной выставке «Продэкспо». Могу пожелать устойчивого положения на рынке, ну и роста благосостояния именно работников, чтобы росла заработная плата. А это будет, когда есть заказы, когда есть потребитель и есть качество. Здесь все факторы есть, поэтому я думаю, что предприятие хорошее будущее. Представители Совета депутатов отметили профессиональную работу коллектива благодарственными письмами. В зависимости от сезона на кондитерской фабрике трудится от 120 до 180 человек. В год они производят более 3000 тонн сладостей. Уиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошло отчетно-выборное собрание местного отделения Союза журналистов России. Представители СМИ городского округа подвели итоги проделанной работы, избрали нового председателя и обсудили ряд актуальных вопросов. Тему продолжит наш корреспондент. За последние 10 лет представители Люберецкого отделения Союза журналистов России проделали большую работу. За это время в ряды сообщества вступили 35 человек. Сегодня в состав общественной организации входит 50 действующих и бывших сотрудников СМИ. Каждый из них вносит весомый вклад в развитие и сохранение информационных изданий. Благодаря Подмосковному Союзу, Наталье Александровне Чернышеву лично, мы за это время 10 федеральных наград оформили, которые позволили стать ветеранами труда нашим членам. Мы гордимся тем, что в составе нынешнего отделения у нас два почетных гражданина Люберецкого округа. Это вот Галина Ивановна Тололаева, Шестаков Андрей Михайлович. Можно посчитать мероприятия. Вот сколько сделано, сколько там проведено всего. Но очень трудно количественно измерить такую вещь, как среда. А у вас вы сформировали среду. Вот в этой среде люди с опытом, я уверена, как-то очень дружелюбно относятся к людям молодым. Люди молодые чувствуют и понимают, что это авторитетные люди, которые в профессии много лет и много сделали. В повестке дня подготовка к 400-летию Люберец и 14-й медианедели. В то же время представители сообщества поделились с коллегами своими профессиональными успехами и планами. Что касается юнкоров, то есть у нас уже есть действующие курсы для дивизионщиков юных. У нас сейчас старшеклассники проходят активно эти курсы. Летом, скорее всего, мы планируем открытие кружок, еженедельное посещение для детей, возможно, разных выпусков. На встрече избрали председателя Люберецкого отделения Союза журналистов России. Единогласным решением руководителем сообщества повторно стал Рустам Хансферов. Он возглавляет общественную организацию с 2012 года. Луиза Иги Азарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберцы присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы». В городском округе было открыто более 30 точек, где все желающие могли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Самой большой площадкой стала картинная галерея. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Уже в пятый раз накануне Дня Победы проходит акция, которая еще раз напоминает о событиях, которые происходили с 1941 по 1945. Участникам «Диктанта» предстоит ответить на 25 вопросов, связанных с историей тех самых четырех лет, которые навсегда вошли в мировую историю. Всегда момент волнения, просто вопрос, кто как его умеет скрывать. Здесь собрались профессиональные ученики. Я думаю, что справимся с своим волнением, напишем все диктанты с хорошим результатом. Это определенная проверка наших знаний. Но, по крайней мере, то, что не будем знать после диктанта, есть возможность залезть в интернет, посмотреть, почитать и что-то вспомнить. Главная цель «Диктанта Победы» не просто проверить уровень знаний, а в очередной раз вспомнить о великом подвиге советского народа, перечитать учебники по истории и окунуться в архивные документы. Таким образом, почтите память, чтобы помнить, не понимая сейчас, правильно или неправильно ответим на вопросы. Наверное, после этого теста будет интересно взять какую-то литературу, историю и почитать по поводу этих событий, потому что даты, конечно, в голове уже не держатся. Если еще личности можно понять, где Сталин, где Рокоссовский, вот с датами сложнее. В патриотической акции приняли участие более двух тысяч жителей городского округа Люберца. Узнать свои результаты можно на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному номеру. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Включение фонтанов происходит ежегодно накануне майских праздников. Самый большой в Люберцах расположен в Центральном парке. Его открыли в 2019-м, и с тех пор он стал одним из любимых. Сегодня возле фонтана снова многолюдный, несмотря на моросящий дождь. Веселая музыка, воздушные шары и бесплатное мороженое для детей и взрослых. Старт открытия сезона фонтанов вместе с люберчанами дал глава округа Владимир Волков. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова